12 ноября в студии с новостями Андрей Юлиан, здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Китае отменили лимит на рождение детей. Владимир Путин сделал тест-драйв нового автомобиля «Лада Веста». Президентом Гватемалы стал евангельский христианин. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня, вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. В Китае отмена политики «Одна семья, один ребенок» незамедленно отразится на поведении инвесторов и простых потребителей. На следующий день стоимость акций производителей пангузников, детских колясок и еды пошла в гору. Производители же презервативов несут первые убытки. По мнению аналитиков, возможность иметь второго ребенка изменит структуру потребительского спроса. На торга гонконгской биржи лучше всего продались акции компании China Childcare, производителя продуктов ухода за детьми. Владимир Путин приехал на заседание клуба «Валдай» в Сочи на машине модели «Лада Веста» зеленого цвета. По признанию главы государства, автомобиль ему понравился. Надо сказать, что такого рода тест-драйвы президент уже проводил неоднократно. Известен случай, когда он проехал по дороге Чита-Хабаровск на автомобиле «Лада Калина». Сейчас глава государства захотел испытать «Лада Веста», продажи которой еще не открыты. Сам Путин рассказал, что проехал определенное расстояние вверх по довольно непростому отрезку горной дороги. В Гватемале прошли президентские выборы. Новым президентом страны стал евангельский христианин Джимми Моралес, сообщает CBN News. Бывший комик, которого никто не воспринимал всерьез, уверенно победил в двух турах президентских выборов. СМИ много уделили внимания тому, что Моралес – бывший комик. Но почти никто не упомянул, что новый президент Гватемалы – глубоко верующий человек, получивший кроме светского образования еще и теологическое. Программа Джимми Моралеса построена на консервативных ценностях, отвергающих однополые браки, аборты и легализацию марихуаны. Джимми Моралес в интервью подчеркнул важность роли церкви в судьбе страны. И христиане, не верующие в Гватемале, согласны, что мирное завершение избирательного процесса стало возможным благодаря активному участию церкви и что это может послужить хорошим уроком для других стран. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 12 ноября в 1727 году родился Иван Шувалов – русский государственный деятель, основатель Московского университета и академии художеств. 1175 лет назад родился Агюст Роден – французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. В 1842 году родился Джон Уиллем Релей – британский физик, открывший химический элемент газ-аргон. 12 ноября проходит Всемирный день пневмонии, в России – День банковского работника, а в Тайване – День врачей. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова